Супруга оппозиционного политика Владимира Козлова Алия Турусбекова и их маленький сын в одночасье стали бомжами. Единственную однокомнатную квартиру, которая осталась после Актаусского суда, конфисковали. Сразу после того, как оппозиционера посадили, офисные квадратные метры партии ОЛГА по всему Казахстану изъяли в пользу государства. В этом же списке оказалась и квартира, из которой комитетчики и забрали Козлова. Чуть меньше года назад политик подал иск о снятии ареста жилья. Суд прошел 11 мая. В лучших традициях казахстанской Фемиды судьбу семьи арестованного решили меньше, чем за полчаса. Суд прошел буквально в таком быстром темпе. Суд прошел в течение 10 минут. Судебные исполнители выдали свое возражение и выступили, что они, естественно, против снятия ареста. И требуют немедленной конфискации. Выступила прокурор, госпожа Кожирова-Дорига. Кстати, она выступала по иску прокуратуры к партии ОЛГА и требовала ее ликвидации. Даже по казахстанским законам арестовывать единственное жилье семьи, а тем более его конфисковывать, никто не имеет права. Но на правила в псевдодемократической республике давно плюют с высокой колокольни. Здесь свои негласные, скорее даже тюремные законы наказать, запугать, отобрать. Естественно, мы будем обжаловать решение суда. Однако, как таковых иллюзий, естественно, у меня, допустим, нет. После вот этих двух с половиной лет всяких судебных тяж и т.д. и т.п. У меня абсолютно не осталось. Не то, чтобы веры. Ну, вообще. Ничего в нашей праве судебной системы. Поэтому я, к сожалению, не уверена, что эта квартира будет конфискована. Пожалуй, единственными приятными событиями в жизни Алии Турусбековой в последние годы остались свидания с мужем. Несколько лет подряд ей приходилось летать в северный Казахстан. Сейчас Козлов сидит недалеко от Алматы. Здесь все по-другому, рассказывает Алия. Даже люди добрее и отзывчивее. Я ездила с моим сыном. В общем, показали мы все, что мы умеем. Поплакали, посмеялись, покушали. Сидания, в принципе, естественно, для меня гораздо легче ездить сюда, в Заречное. Буквально час мы уже на месте, чем ехать там за две тысячи километров в северный Казахстан. Здесь все мне показалось гораздо легче. После конфискации единственной квартиры Алия с сыном будут жить у родственников. Другого жилья у семьи оппозиционного политика нет. Все имущество ныне принадлежит государству.